xiaomi redmi 4x бюджетный смартфон от китайского гиганта по цене всего 100 долларов достойный выбор сейчас узнаем кстати за этот обзор хочу отдельно поблагодарить почту сингапура которая потеряла мною заказанный meizu m5s а также почту россии на которую украли redmi 4 pro так что посмотрим на смартфон в отрыве от его конкурентов тем более они все-таки дороже внешний вид redmi 4x выдержан в духе последних смартфонов xiaomi что я считаю плюсом выделяются скругленные края что должно понравиться девушкам ну а для мужской аудитории доступен вариант в шикарном черном цвете в общем постарались угодить всем смартфон компактный корпус выполнен из металла с пластиковыми вставками сверху и снизу которые тут слегка отличаются по цвету хруст прослеживается но тестируемый мною ранее redmi note 4x честно говоря хрустел побольше здесь он ну совсем не навязчивый так что за корпус поставлю плюс порадовали и маленькие рамки вокруг дисплея в общем выглядит redmi 4x точно не на 100 долларов за что китайцам большое спасибо далее экран 5 дюймов hd разрешение 2.5d стекло экран порядке широкие углы обзора хорошая яркость достаточно четкая цветопередача придираться к hd разрешению я не хочу ну да четкости после full hd немного не достает но зернистость совершенно незаметно а за 100 долларов лучшего я не жду под экраном расположились сенсорные кнопки которые к сожалению лишены подсветки сканер отпечатка пальцев по традиции на спинке работает адекватно немного задумывается но точность хорошая на верхнем торце расположен миниджек и ик-порт у меня на руках версия 2.16 есть также вариант 3.32 он дороже примерно на четверть как всегда в серии redmi в наличии поддержка двух sim карт с гибридным слотом под micro sd далее камер основная на 13 мегапикселей с диафрагмой 2.2 фронталка же на 5 мегапикселей в сравнении с тем же redmi note 4x фотографии при дневном свете вполне сравнимы макро также очень схожи при плохом освещении разница в детализации чуть более заметно хотя снимки все равно очень схожи качество фото фронтальной камеры немного проигрывает но опять же разница не бросается в глаза в общем камера нормальная понятно что далеко не флагманская но собственно чего мы хотим за эти деньги это тест записи видео смартфоном xiaomi redmi 4x посмотрим как он пишет звук это тест записи видео смартфоном xiaomi redmi note 4x посмотрим как он пишет звук за производительность здесь отвечает snapdragon 435 техпроцесс 28 нанометров процессор не особо мощный не особо эффективный но опять же за эти деньги вполне хорош мюай 8 он тянет нормально лаги и фризы встречаются не часто пользоваться смартфоном вполне себе комфортно правда 2 гигабайта оперативки ей конечно маловато приложение перезапускаются чаще обычного играть на слабых настройках также можно а батареи емкостью 400 миллиампер час хватит на 1 2 дня в зависимости от режима использования теперь посмотрим как redmi 4x справится с моим стандартным тестом производительности бути что соментарного физической прогрель на��보다apping к холтеру. типа отделки будет пог JOHN там History want's будет Ander Role let's hope Ander Role and they didn't он в системе более сложный cities!" music а вы interesante пор lugares я сообщаю низко работать с моим стандартным деревянным 에 넣ом – в этом в лесу интересivo вам Rhodes на вынимание и говорит отличФ annual о видeter мэйти не не sean роста главным на всех интересных pilgrims из этого знаем что у вид Болк-анал профессии у которых есть 효在 на pier 만들очно 壓ме entsteх диалоговой диười Cash grease гранат生活 в полнотаж на curriculum где работают пред UN was довольно крупный автомобиль из них покупаются на стандартный свет Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Та же ситуация и в бенчмарках. Конечно, данный процессор звезд с неба не хватает. Но опять же, пользоваться комфортно, а за эту цену я большего и не жду. Кстати, порадовал звук внешнего динамика. Громкий и достаточно чистый. А в наушниках все стандартно. К разговорному также вопросов у меня нет. Смартфон имеет поддержку 4G. Китайская версия берет первую, третью и седьмую частоты. В европейской есть и двадцатая. Ну что же, перейдем к выводам. Redmi 4X приятно выглядит. У него хороший экран и неплохая автономность. Конечно же, придраться здесь есть к чему. Небольшой хруст корпуса, HD разрешение экрана и средненькая производительность. Но опять же, покупая смартфон за 100 долларов, надо быть готовым простить ему некоторые недостатки. Если вам нужен симпатичный, недорогой компактный аппарат, то я смело рекомендую Redmi 4X к покупке. Да, за 90 долларов можно взять Redmi 4A. Но думаю, что металлический корпус, более мощный процессор и лишнее 1000 мАч стоят переплаты в 10 долларов. А тот же Redmi 4 Pro уже довольно сильно дороже. К тому же, не забываем про классную черную версию. На этом все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока.